привет да ну как бы вообще после фудуга у меня все какие-то сны снятся сегодня мне снилось что я подключил свою электрогитару через какую-то вообще непонятную херь какой-то девайс включил она начала искриться и плавится такая как шоколад я проснулся ну поколение пластика что-то раньше гитара персцельного железа делали а футбол вчера смотрел там спартак выиграл молодцы там забавный был эпизод когда в байере значит в немецкой команде во втором тайме была произведена была замена двух игроков и вышел за байер булыкин играть я удивился как бы но я слышал что он в байер перешел но я не думал что он так раз и выйдет прямо против спартака вот а второй чувак выходил по фамилии дум и такие два комментатора сидят один такой о выходит там бог булыкин на замену и саша дум имя русское у него фамилия компьютерная ну вот как бы про имена и кстати вот в блогах же сейчас да в благосфере как раз очень популярная тема так периодически всплывает и только уже реалии другие да вот раньше там было как дозра перман да все смеются ну да 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 урю в костом ура юра в космосе да чель на льдин до челюсткин сына льдин но это имена советской эпохи которые прижились так имена в ким например владлен например тоже интернационал молодежи владима прижился да вот сейчас нужно срочно какие-то новые имена придумывать ну потому что новая эпоха новое веяние ну и вчера смешные показались бэкап быть как путин и двина женское имя красивое движение наше а это помнишь с папу занан спасибо путину за на технологии на тему может фантазировать ну мы тоже как бы свои пять копеек швырнем наверное в эту общую копилку креативов по именам по новые имена новое веяние причем например в современной россии существуют такие слова которые в принципе придумать не надо как имена они уже существует как именно например вот стоп фонд полпред и и газпром вот три имени вообще мужских шикарных там стоп стоп фонд иванович ну полпред там геннадий донирович газоер голосуй за единую россию нацпро это женское имя а нацпр мужской национал нацпроект национальный проект изурмут ну такое имя глумливое немножко изурабов ну потому что вся страна считает так что отделяться от общей массы гласокса гласокса отлично гламурная собчак ксения и в пару ей может сестра там как но следующая девочка родилась раз рели лучше как рината литвинов лучший актрис зурабов зурабовым а фурсинк это фурсин фурпадобр фурпадобр фурсинка поднимет образование и его брат айебрзен расшифровывается а его брат зенит поднимет смысле как бы то есть надо сразу если двое не рождается называть фурпадобр и айебрзен да там вчера еще поповжим да путин поцеловал живот мальчика а сам мальчик мне кажется просто обязан взять имя попамевш путин поцеловал меня в живот до международной политики переходим усада женское имя усада львовна да а может усада петрович петрович у сама дрочит америка ну это просто да вот и существует фамилия например саган да ну есть мы знаем что франсуаза саган это известная французская писательница так вот саганов в нашей интерпретации это имя это саакашвили гантон соответственно вот ну а франсуаза братков не сумел остаться замок кражи уп красиво жена очень если рождается тройня то имеет смысл эту тройню назвать пулюцер луо люцер и циолюб пулюцер это значит путин любит церетели луо люцер это лужков очень любит церетели ну и соответственно третий брат циолюб это церетели любит путин вот тоже последнее настроение пули и путин убери ленина из мавзолея или совершенно индейское имя для для ребенка индейского вождя который рожден у нас в стране я яух это я устал я ухожу на науал на хрена нам олимпиада выбрана носу например по явно красивое можно сказать даже древнерусское имя это порог и явки нахрен кондраша вот зато кондраш красивое имя женское причем кандалис раз шалово самое интересное что старые имена тоже приобретают новые какие-то расшифровки вот нефертити нефертити это как нефти единой россии два раза тимоти в нашей стране одного тимоти мало ну и последние наверное два имени это фрапупс это фратков пупсега и жена жена у пуплап жена путина нашла у путина план путина я не знаю может быть так детей и не надо называть потому что они потом намучаются но например я вчера себе пытался зарегистрировать жжи новый уже 3 слава богу не давали мне нормальными именами зарегистрироваться но я поэтому выбрал сару на нас я теперь сару на нас фрэндити сару на нас а и вообще по моему вот из того чтобы там в блогах по придумывали покреативили российские блогеры по поводу имен вот если детей так будут называть то их будут называть потом все звать там как путик путики потому что в большинстве имен составная часть как бы фамилия путину путики путики домой обедать смотрите трынделки